Семья Пахомовых из села Узбюр довольна новым домом, выстроенным после огненной стихии. Зимовать в нем было тепло, но выявилась одна проблема – воды в кране нет уже почти два месяца. Пришлось восстановить скважину и пользоваться водой оттуда. Была на соседнем участке, получается, скважина. Ее, конечно, практически закопали. Нам пришлось изыскивать средства дополнительные, чтобы нам ее прочистили. Потому что без воды никак. Все-таки огород. И у меня двое детей. То есть все должно быть и постирано, и все должны быть чистые. Почему так произошло, Марина Пахомова не знает. Но такая проблема не только у нее. Еще в 20 новостройках водопровод не функционирует. Причем получается так, что на соседней улице в одном доме вода есть, в следующем – нет. У меня четыре месяца нет воды. Зимой как замерзла. Вот придут, посмотрят, у соседей рядом дом. Есть вода, у нас нет. И что говорят? Ну, что говорят? Ничего не говорят. Будет, летом оттает вода. Летом будет солнышко, будет жарко, и вода появится у нас. Жители села обращались за помощью неоднократно. Последнее письмо отправили в четыре инстанции буквально на днях. Первыми откликнулись представители Общероссийского народного фронта. Им обезвоженные сельчане рассказали любопытные детали. Оказывается, за три года до пожаров им на условиях софинансирования пробурили скважины практически для каждого дома. Как раз эти скважины при разборе пожарищ и планировке площадок под строительство были повреждены и не восстановлены. Сказали, что скважины, если вам бурить скважины в каждый дом, то это будет выходить из стоимости дома. Взятая вот эта цифра на скважину, она будет входить в стоимость дома. А центральный водопровод, который вам приведут, это будут отдельные деньги, это будет другая программа. Так что люди, которым пообещали вместо скважин водопровод, остались, как говорится, при своем интересе. Еще одно обстоятельство тревожит активистов ОНФ. Не дождавшись завершения работ по восстановлению водопровода, другие подрядчики положили на дорогах и тротуарах асфальт. Говорят, что поджимали сроки исполнения контракта. Вполне возможно, что промерзание труб происходило от колодца до дома. Соответственно, чтобы это дело все исправить, нужно будет вскрывать асфальт. А если его вскрывать, то для этого понадобятся очередные средства, которые уже у муниципального образования, после того, как они примут в эксплуатацию, их не будет. Хотя, по заверению представителей застройщика, а именно они отогревают водопровод, вскрывать асфальт не придется, трубы ведь пластиковые, их льдом не порвет. И отогреть можно, не раскапывая грунт. Это парогенератор, под давлением подается пар в трубы, отогреваем лед в центральной водосистеме. Таким образом, отогрели уже практически больше половины, остался последний участок. По заверению строителей, через несколько дней они отогреют магистраль, и тогда вода в кранах появится. Но местные жители уверяют, что точно такие обещания они давали неделю назад. И тогда крайним сроком прекращения искусственной засухи называли 28 мая. Ольга Могучая, Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.